Папа у меня всю жизнь всегда был в форме, то как-то с самого детства, наверное, сложилось впечатление и в целом представление о том, что я в дальнейшем тоже буду в форме, потому что я всю жизнь была папиной дочкой. Будущее, наверное, представляло в форме, ну, будь то полицейской, прокурорской, там, в форме следователя. Частично, наверное, это воплотилось в жизнь, поскольку дальнейшую свою жизнь я связалась с юриспруденцией. И мой путь в «Газпром-добычный дым» начался именно с службы корпоративной защиты. Это лучшее, что могло быть с человеком, который переезжает, меняет обстановку. Такая огромная, большая любовь и забота в мою сторону, мне кажется, в сторону любого нового работника. В отдел кадров администрации на меня обратили внимание, плюс образование у меня позволяет, и в конечном итоге летом пригласили меня к себе в отдел кадров администрации. Компания, мне кажется, ну, не только мне, но и в целом молодому работнику очень много даёт. Мало того, что работу мне дала компания, так ещё и предоставляет возможность развиваться. С точки зрения, понятно, профессиональной, если мы говорим о карьерном росте, да, вот если рассматривать с точки зрения участия в различных конкурсах, мероприятиях, форумах, то это возможности личностного роста, каких-то, возможно, открытия каких-то новых сторон, ну и, соответственно, варьировать свои направления деятельности. Взрослое поколение нам даст хороший вариант решения той или иной проблемы, но при этом не всегда он мобильный, не всегда он эффективный, максимально эффективный. А молодёжь в этом плане, она всё-таки подвижная, это даёт свои плоды, особенно если, ну, так сказать, все составляющие на месте. То есть человек не глупый, умный, да, компетентен в своей отрасли, в своём направлении деятельности, человек активный, то есть он хочет что-то делать, с желанием всё-таки слушать то самое взрослое поколение, чтобы не только вот этими вот своими амбициями брать, но ещё и очень умело подходить к решению вопроса. Если ты видишь динамику, своё изменение, рост, это начиная там от каких-либо компетенций, навыков, опыта, заканчивая в целом какими-то личностными качествами, то это тоже вдохновляет. То есть ты не стоишь на месте, ты видишь, что ты растёшь, и вот это вот желание не останавливаться, оно как раз-таки и есть вот тот самый мотиватор. В Анадыме, к счастью, появилось больше времени на какой-то досуг, и здесь, к счастью, мои коллеги поставили меня на лыжи в 11 часов вечера или там в 10 часов вечера ехать в кедровой роще под лёгкий снегопад и наслаждаться тем, как катят лыжи, это, наверное, самое лучшее, что может быть после трудового дня. Приятность с полезным — это баня. Здесь, наверное, играет роль то, что с самого детства приучали к бане. Весной и летом — это бег, велосипед, в общем, всё, что позволяет территория Надыма. Поскольку путь в «Газпром-добычный дым» у меня только сейчас начинается, то чёткие цели назвать я на сегодняшний день не могу. Точно не останавливаться, набираться компетенций, навыков в той области, где я работаю, потому что всегда, не знаю, как другим, но мне точно комфортно работать тогда, когда я специалист своего дела. Тогда, когда ты в своей даже профдеятельности, как рыба в воде. И, наверное, это очень хорошее качество для специалиста. И, соответственно, вот к этому, я считаю, должен стремиться каждый работник, будь то он просто служащий, будь то он специалист, будь то руководитель, будь то рабочий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!